МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новогодняя рождественская суета никого не оставляет равнодушным, а нам, женщинам, нужно еще и позаботиться о сногсшибательном внешнем виде. Если вы беременны, то это не значит, что стоит опустить руки, ведь красота стоит того, чтобы за нее бороться. О том, какие процедуры красоты полезны для будущих мамочек, какие делать не стоит, а что может быть даже опасно, мы беседуем с врачом, дерматовенерологом, трихологом, а также мамой маленькой дочки Екатериной Емельян. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Екатерина, скажите, пожалуйста, если будущая мамочка никогда раньше не обращалась к специалисту по красоте и здоровью кожи, то с чего ей лучше всего начать? Начать, конечно, лучше всего с консультации врача-косметолога. Расскажите, какие бы процедуры по уходу могли быть полезны именно беременным? Для комбинированной кожи, кожи проблемной с расширенными порами, очень хорошо подойдет ручная или механическая очистка, травматичная. Вакуумная очистка лица также допустима во время беременности. Броссаж и микродермобразие удаляют отмершие клетки, кожа тонизируется и оживляется после этих процедур. Также ручной массаж лица и вакуумный обладают тонизирующим эффектом. Екатерина, скажите, а есть ли такие процедуры, которые, ну даже если очень хочется, то во время беременности делать не стоит, потому что их эффект может быть непредсказуемым или даже опасным? Сейчас противопоказаны все процедуры с метикиментозным воздействием, поэтому в черный список мы заносим месотерапию, ботокс и любые инъекции. Также противопоказаны процедуры, связанные со шлифовкой кожи. Это лазерная шлифовка, ультразоковой пилинг, а также срединные и глубинные пилинги. Так как кожа в этот период очень чувствительна, поэтому даже нанесение легких кислот, безопасных таких, как миндальная и молочная, могут вызвать неожиданные реакции. Категорически запрещены паровые процедуры, Дарсенваль, а также любые физиотерапевтические и аппаратные процедуры, которые связаны с воздействием электрического тока. Как много противопоказаний. Обязательно это нужно учитывать, когда вы идете к профессионалу. Многие женщины отмечают появление сыпи на лице и других частях тела в самом начале беременности. Нужно ли с этим что-то делать и когда стоит обратиться к врачу? Появление угревой сыпи на лице и тела происходит из-за гормонального дисбаланса во время беременности. Как правило, после беременности кожа приходит в нормальное состояние, но ей можно немножко помочь. Можно применять средства, которые содержат цинк, глину, они подсушивают, а также антибиотики местного действия. Существуют салонные процедуры, которые помогают избавиться от этой проблемы. Поэтому всегда стоит обратиться к специалисту-косметологу, который подберет необходимую именно для вас. Многие женщины волнуются, что во время беременности или после родов у них могут появиться растяжки. Как же с ними бороться? Растяжки и листрии появляются во время беременности либо после родов. Наша кожа обладает достаточной эластичностью, но гормональный дисбаланс, который возникает во время беременности, снижает ее. Поэтому растяжки лучше предотвратить, чем лечить. И начинать это стоит до беременности, либо с первых ее недель. Для профилактики растяжек вам помогут активные увлажнители, такие, например, как витамин Е или алоэ вера, а также растительные масла, например, масло авокадо. Средства с этими компонентами я рекомендую приобретать либо в аптеке, либо в специализированных магазинах для беременных. Есть ли такие компоненты в косметике для лица и тела, которых следует избегать во время беременности? Или наоборот, они могли бы быть очень полезны? Необходимо отказаться от тех средств, которые содержат в себе литеноиды, это производные витамина, а также цилициловую кислоту и бензоилпероксид. Эти вещества встречаются в косметике для лечения угревой болезни. Также следует избегать применения эфирных масел сои и бергамота, так как они усиливают образование пигментных пятен. Эти компоненты встречаются в косметических линиях для лица. Косметические средства, применяемые в этот период, должны восполнять защитные функции кожи. Для очищения кожи необходимо использовать очищающие гели или молочко, а также неспиртовые лосьоны. Для кожи лица используйте нежирные легкие увлажняющие крема, лучше без активных добавок, типа против морщин. Кожа будущей мамы становится более чувствительной, поэтому я рекомендую использовать средства с пометкой для чувствительной кожи. Вода, витамины, аминокислоты, минералы, фитоэкстракты и растительные масла – это ежедневный рацион для кожи, который позволяет ей нормально функционировать во время беременности. Екатерина, спасибо большое за подробные ответы. Теперь наши будущие мамочки своей красотой сразят всех на повал. А сегодня мы беседовали с врачом, дерматовенерологом, трихологом Екатериной Емельян. Ах, у меня же муж в коридоре сидит. Я побегу. А с вами была я, Наталья Писарчик, и моя рубрика «Беременность неделя за неделей». До новых встреч!